приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня будет очередная глава из книги эрика дубе под названием плоская земля скрываемая правда путь солнца является концентрическим и ежедневно расширяется и сжимается в течение 6 месяцев поочередно это легко доказывается с помощью фиксации стержня например 21 декабря в полдень так что глядя вдоль него линия наблюдения будет касаться ниже края солнца это линия видения будет оставаться одинаковые в течение нескольких дней но 9 или 10 день мы обнаружим что стержень должен быть значительно сдвинут к зениту чтобы коснуться нижнего края солнца и каждый день до 21 июня его нужно будет поднимать потом в течение нескольких дней будет происходить незначительное изменение по сравнению как это было раньше но потом изо дня в день этот стержень нужно будет опускать до 21 декабря когда солнце будет находиться дальше всего от северного центра и в это время на севере будет темно это расширение и сжатие пути солнца продолжается каждый год это называется северное южное склонение и оно должно продемонстрировать современным астрономам абсурдность того что они называют землю планеты так как она остается неподвижной а солнце продолжает кружиться вокруг по небу дэвид улдоруб скотт выдержка из книги терра фирма земля не планета планеты это просто звезды а солнце это не звезда в гелиоцентрической модели земля является лишь одной из восьми планет нашей солнечной системы в кавычках каждая из которых как говорят является огромной сферой похожий на землю или шаровидным газовым гигантом находящимся в миллионы миль от нас утверждают также что земля под нашими ногами вместе с этими семью другими планетами вращается концентрическими кругами эллипсами вокруг солнца оттуда и термин гелиоцентрическая ранняя господствовавшая гелиоцентрическая модель поместила землю в качестве неподвижного центра вселенной солнцем луной звездами планетами вращающимся вокруг нас какими они и кажутся в гелиоцентрической модели хотя было бы более привлекательным назвать его оцентрической солнце является только центром нашей солнечной системы одновременно вращаясь по спирали со скоростью 500 тысяч миль в час вокруг млечного пути который постоянно движется со скоростью 670 миллионов миль в час от мнимого большого взрыва запустившего бурное развитие творения в начале времен в гелиоцентрической модели 7 планет были известны как блуждающие звезды множество других звезд было известны как неподвижные звезды блуждающие звезды назывались так потому что можно видеть их извилистые уникальные траектории вокруг небес и в то время как все остальные звезды остаются застывшими в их устойчивом групповом вращении вокруг полярной звезды блуждающие звезды также являются одними из самых ярких в ночном небе и так как гелиоцентристы ложно утверждают что луна является просто отражением света солнца также они утверждают что яркий звездный свет планет является лишь отраженным в нашем направлении светом солнца как уже было доказано это геометрически невозможно так как выпуклые тела не могут отражать свет таким образом в гелиоцентрической модели предполагается что блуждающие звезды являются подобными землеосферическими объектами находящимся несколько миллионов миль от нас в то время как неподвижные звезды считаются очень далекими солнцами похожими на наше но расположенными несколько триллионов миль от нас обладающие своими собственными солнечными системами и сопутствующими планетами возможно даже заселенные разумными инопланетными существами такими как мы текущая официальная астрономическая статистика наса утверждает что свыше 10 триллионов таких планет существуют только в нашей галактике а во вселенной по крайней мере 200 миллиардов галактик таким образом они утверждают что земля является лишь одной из огромного количества планет во вселенной наши современные астрономы представляют себе звезды огромными мирами или солнцами некоторые из которых во много тысяч раз больше чем наша собственная и находится на огромном расстоянии сэр роберт булл в своей причине ледникового периода на странице 77 говорит о сириусе что он в миллион раз дальше от нас чем солнце то есть 92 миллиона миль от нас считается что звезды находящиеся в более или менее продвинутой стадии развития и что вероятно некоторые из них могут быть уже населены существами находящимися на их поверхности расстояние до нас считается настолько огромным что по словам сэра время гершеля свету некоторым из них потребуется тысячи лет чтобы достичь нашего мира опять же предполагается что эти звезды расположены так далеко от земли что это расстояние почти неисчислимо цифры на самом деле могут быть написаны на бумаге но в их чтении нет никакой практической идеи многие считаются столь далекими что если бы они со скоростью света то есть более 257 тысяч километров в секунду то им потребовалось бы почти два миллиона лет чтобы достичь земли сэр уильям гершель в статье на тему сила телескопов для происхождения пространства утверждают что своими мощными инструментами он обнаружил блестящее светило так далеко от земли что свет который они излучают не мог быть менее чем 1 миллион 90 тысяч лет в своем развитии доктор сэмюль роботом ищущая астрономия неподвижные звезды так называется потому что в течение очень длительного периода заметного изменения в их относительном положении не происходит и они являются лишь точками света настолько малыми что самые мощные телескопы не могут увеличить их до размера дисков тем не менее они считаются солнцами огромных размеров отодвинутыми астрономами на небообразимое расстояние от нас для признания и удобства их теории альберт смит из книги земной шар и его чудовищные гипотетические движения наса даже утверждает что отправила в космическое пространство несколько дистанционно управляемых летающих телескопов таких как популярная камера хаббл передающая на землю избирательные доказательства в кавычках обоснованности их модели эти фотографии хаббла показывают что блуждающие звезды на самом деле сферически подобная земля планеты подобно тому как все время утверждали гелиоцентристы снимки хаббла показывают звезды такими же неподвижными далекими солнцами триллионный миль от нас как и утверждают гелиоцентристы эти фотографии видео хаббла которые не отличаются от хорошего фотошопа или голливудской продукции полностью подтверждают за гипнотизированные гелиоцентристом истины и существование различных небесных явлений которые только наса и их продвинутые камеры могут показать как планеты однако при использовании самых передовых телескопов не принадлежащих наса неподвижные блуждающие звезды казались не более крошечных разноцветных точек света не может быть установлена являются ли неподвижные звезды на самом деле далекими солнцами или являются ли блуждающие звезды на самом деле планетами земного типа или имеет ли любое из заявлений наса какое-либо основание кроме их мнимых иллюстрированных доказательств полученных мнимым дистанционно управляемым телескопом какие у нас есть доказательства помимо наса что звезды на самом деле является далекими солнечными системами какие у нас есть доказательства что планеты земного типа существуют в космосе это безусловно интересные правдоподобные идеи но нет абсолютно никаких весомых доказательств которые могут их подтвердить на самом деле если бы наса не ложила подобные идеи в их головы то очень многие люди когда-либо смотря на ночное небо пришли бы к выводу что эти маленькие точки света размером с укол булавки являются подобными землеобъектами на расстоянии миллионов миль от нас или солнцами на расстоянии триллионов миль в комплекте с орбитами планет и лунами совсем как наши единственной причиной почему люди считают блуждающие звезды планетами подобными земле они подвижные звезды далекими солнцами является пропаганда наса планеты не являются твердыми и непрозрачными массами материи как считается они просто не материальные светящиеся и прозрачные диски с помощью телескопа на звездном своде на небесных полях на которые проникает свет как венчиках наших цветущих растений и в оксидах металлов был обнаружен почти каждый тонн призматического цвета между двумя крайностями преломляемости скопление вблизи южного креста красный зеленый синий и голубовато зеленые появляются в больших телескопах как драгоценные камни разных цветов как великолепное произведение ювелирного искусства цитата александра гумбольда если все звезды являются далекими планетами или солнцами как тогда получается что часто наблюдается разные феномены в том числе звезды меняющий цвет интенсивность света внезапное появление исчезновения или быстрое перемещение из одного места в другое я наблюдал одиночные звезды меняющие свои цвета также регулярно как дискотечный шар другие проносились по небу исчезали еще более странно что однажды я наблюдал звезду которая быстро промчалась прямо вверх по небу за пару секунд а затем снова остановилась ну хочу от себя добавить что это было скорее всего не звезда еще в конце 16 века когда гелиоцентрическая теория начинала овладевать умами ничего не подозревающей общественности датский астроном тихо браги превосходно выступал за геоцентричность утверждая что если земля вращается по орбите вокруг солнца то изменения в относительном расположении звезд после шести месяцев орбитального движения не могли оставаться незамеченными звезды должны казаться раздвигающимися по мере приближения к ним и собирающимися вместе когда мы удаляемся однако на самом деле на трехсот пяти миллионах километров движения по предполагаемой орбите вокруг солнца ни один дюйм параллакса звезд не может быть обнаружен в то время тихо браги было сказано следующее что земля вращается вокруг солнца но он утверждал что если земля вращается вокруг солнца то относительное положение звезд изменилась бы очень сильно и это было бы очень легко заметно соответственно эксперименты были проведены с интервалом в шесть месяцев и результат показал что звезды были точно в таком же положении которое они занимали 6 месяцев до того а это доказывает что земля не движется вообще если земля находится в одной точке пространства скажем на 1 января и в соответствии с современной наукой окажется на расстоянии в 190 миллионов миль от этой точки через шесть месяцев отсюда следует что относительное положение и направление звезд сильно изменится хотя угол параллакса может быть маленьким эти большие перемены и нигде не видны и никогда не наблюдались а это неопровержимо доказывает что земля находится в состоянии покоя и не движется по орбите вокруг солнца когда тихо браги продемонстрировал что после 190 миллионов миль предполагаемой орбиты вокруг солнца ни один дюйм изменения не был обнаружен гелиоцентристы отчаянно пытались исправить зияющую дыру своей теории они отодвинули свои гипотетические расстояния до звезд на триллионы миль утверждая что самое близкое проксима центавра находится не на непомерном расстоянии в 25 триллионов миль и таким образом все звезды оказались так удобно далеко что никакого изменения параллакса не может быть обнаружено это подходящее объяснение за которое гелиоцентристы до сих пор зацепились оказалось удовлетворительным чтобы заставить замолчать манипулируемые умы масс но до сих пор не в состоянии адекватно объяснить несколько вопросов наблюдением установлено что звезды приходят к меридиану раньше солнца на 4 минуты каждые 24 часа принимая солнечное время в качестве стандарта это составляет 120 минут каждые 30 дней и 24 часа в год следовательно все созвездия приходят раньше или опережают солнце за это время это просто факт так как это наблюдается в природе но в теории круглой земли и движение по осям и орбите нет места для него видимо истина должна быть проигнорирована потому что теория стоит на пути и не дает своим сторонникам ее понять значительно более миллиона земель потребовалось бы чтобы составить тело подобное солнцу так астрономы говорят нам и более чем 53 тысячи солнц потребовалось бы чтобы заполнить кубическое содержимое звезды вега а вега это маленькая звезда а существует бесчисленные миллионы этих звезд это займет 300 30 миллионов лет чтобы свет некоторых из них достиг нас несясь со скоростью 12 миллионов милли в секунду как говорит мистер проктор я думаю что средней оценкой возраста земли будет 500 миллионов лет ее вес говорит тот же человек 6 миллионов тонн так как ни один человек не в состоянии осознать эти величины то дарение их миру это оскорбление и безобразие и хотя все они произошли из одного предположения что земля является планетой вместо того чтобы отстаивать это предположение они тянут вниз тяжестью своего собственного абсурда и оставляют лежать в пыли доказательства того что земля не является шарообразной с тех пор были проведены несколько экспериментов их осуществили известные ученые такие как альберт майкельсон эдвард морли джордж эйри и джордж саньяк доказавшие что эти звезды вращаются вокруг неподвижной земли они наоборот неоспоримые результаты экспериментов не опровергаются и даже не упоминается в современных астрономических книгах скорее им удобно держать это в тайне чтобы любопытные умы не могли обнаружить ложь например эксперимент известный как неудача эйри в кавычках так и мне удалось доказать гелиоцентричность проводится с участием телескопа наполненного водой чтобы замедлить скорость света внутри обычный телескоп должен быть слегка наклонен чтобы поймать свет звезд внизу оси трубы предположительно из-за скорости вращения земли вокруг солнца в кавычках эйри обнаружил что на самом деле свет звезд уже падает под прямым углом так что не было необходимости в каких-то изменениях это свидетельствует о том что звезды движутся относительно неподвижной земли они наоборот потому что если бы телескоп двигался то ему пришлось бы изменить угол все планеты включая солнце вращаются вокруг земли это обстоятельство нельзя отрицать так как оно ясно видно невооруженным глазом или с помощью телескопа в связи с этим можно доказать что наука должна быть основана исключительно на наблюдениях а не на предположениях как дело обстоит с астрономией свидетельство чувств является единственным фактором на котором могут и должны быть основаны выводы если планеты можно увидеть вращающимися вокруг земли то это является решающим фактором что они вращаются таким образом считается что это не так и земля с другими планетами вращается вокруг солнца однако мы с удивлением отмечаем странный и определенно подозрительный факт что эти планетные движения не видны они не могут быть видны и все же они называются реальны как же тогда можно доказать существование этих движений и определить их скорость если они невидимы с другой стороны существующие гелицентрические движения планет которые можно увидеть и измерить и которые следовательно представляют собой совершенно действующую систему обречены как нереальные и мнимые можно кстати сделать наглядное замечание по этому вопросу почему астрономические таблицы которые публикуются каждый год подают так называемые видимые движения планет вздиаки зачем брать на себя труд расчета и записывать их если они не являются реальными почему же нет никаких упоминаний о так называемых реальных движениях планет доверяйте вашим глазам и вашим камерам у них нет никаких причин чтобы обманывать вас в том что по ночам звезды ходят по кругу осознайте своим умом этот единственный факт что круговые пути звезд которые были сфотографированы тысячи раз нельзя отрицать они должны быть объяснены учреждением теоретической науки все эти неподтвержденные утверждения вращающиеся земли и и орбиты расстояние в миллиарды световых лет до звезд 15 триллиардов лет существования вселенной вся теория большого взрыва вся предполагаемая эволюция вселенной земли человека вся современная основывающийся на эволюции космогония контролирующие знания сегодня все это полностью гибнет если звезды делают то что они делают а именно ходят вокруг земли по ночам если вы можете то просто отложите на несколько минут в сторону внушение коперника которая сопровождает какие-то картинки и хорошо рассмотрите эти фотографии которые показывают что действительно происходит каждую ночь вы видите то же что и я я вижу что все видимые звезды в северном небе вращаются вокруг полярной звезды совершая идеальные круги другими словами я вижу что все звезды которые эти предположительные фотосъемки зафиксировали на самом деле вращаются вокруг той навигационной звезды что бог поместил для нас в северном полушарии цитата из книги размер и структура вселенной автора маршала холла мэтью бойлон бывший менеджер оперативной графики наса работал в течение многих лет он создавал фото реалистическую компьютерную графику для наса теперь он активный сторонник плоской земли по утверждениям бойлона причиной существования наса является публичной пропагандой продвижение ложной идеи шарообразной и гелицентрической картины мира изначально взятый в штат из-за своих навыков и репутации гипер реалистичного мультимедийного художника он начал делать такие проекты как обработка фотошопом различных световых и атмосферных явлений на изображениях земли луны юпитера европы и так далее он проявил себя и желая содействовать его продвижению по службе для выполнения более секретных работ компания вышестоящих управленцев наса во время вечеринки в формате инициативного обряда объяснили в деталях ему и еще нескольким другим сотрудникам реальность модели геоцентрической плоской земли и то как они дурачат весь мир открылась суровая правда и отказываясь быть частью их обмана бойлон прервал свои связи с наса и начал исследовать самостоятельно форму земли ради собственного интереса и в последнее время стал сильным спикером проведя цикл и лекций и разоблачая наса в интернете обнажая их гелио центрический обман в своих комедийных лекциях он откровенно и красноречиво говорит о том что просто не используя ничего кроме photoshop и видеоредактора создать любой тип изображения на которое наса претендует как на полученные телескопом хаббл он указывает на то что в большинстве видео шарообразной земли ленивые графические работники наса даже не утруждают себя изменением облачных структур в обычной или замедленной съемки та же форма цвет и состояние облачности часто остаются полностью неизменными в течение 24 часовых периодов и дольше бойлон недвусмысленно заявляет что каждое изображение видео земного шара все высадки на луну и марс существование орбитальных спутников космических станций и изображений хаббла все это обман он даже рассказывает анекдоты о том как сотрудники наса и астронавты причастны истине о плоской земле периодически смеялись над промытыми мозгами людей зомби которые беспрекословно верят своим телевизором множественность миров основана на предположениях противоречащих известным возможностям это великая идея должна быть выброшена в мусорную корзину предполагаемого большое расстояние солнце от земли является основой причин мании ученых считать обитаемыми так называемые миры над нами это расстояние основана на воображаемой идеи вращения земли вокруг солнца которая как я уже показал является очевидной ложью солнце маленькая светящиеся тела находящиеся недалеко от земли поэтому все расстояния от звезд неверны а также их размеры и все другие предположения множество миров это только логически заключенные из веры при условии что земля является быстро вращающимся шаром но было доказано что это мнение крайне нелепо помимо теории были представлены доказательства которые полностью сводят на нет такое предположение и делают его абсурдным показывая что у такой неестественной идеи нет даже призначного факта чтобы ее поддержать поэтому грандиозное учение о множественности миров как и все другие великие доктрины современной астрономии должны быть преданы забвению когда действительно будет доказано что этот мир является шаром и по какому известному принципу жители могут находиться на качающемся мяче как мухи ползающие по потолку тогда будет достаточно много времени чтобы говорить о множественности миров с вами был белогур всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мое видео оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу до встречи в следующих выпусках в следующих выпусках